Приветствую всех к Любови нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Мы начинаем воскресное собрание Церкви «Источник надежды», поэтому занимайте, пожалуйста, места, рассаживайтесь поудобнее. Помним, что у нас существует ограничение в связи с карантином. Держим дистанцию, но остаемся едиными в духе. Настраиваемся. Спасибо. Перед тем, как мы начнем поклоняться, хочу поделиться несколькими стихами из послания Якова. Первая глава, 22-25 стих. «Будьте же исполнители Слова, а не слышатели только обманывающие самих себя. Ибо кто слушает Слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел, и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании». Вот такой вот коротенький отрывочек. Мы видим, что первые стихи являются прямым указанием. То есть здесь не предлагается, если хотите или не хотите, но здесь дается указание. «Будьте исполнители Слова». Противоположно ставится человек, который слышит Слово, но не исполняет. И этот человек, тут написано, обманывает самого себя. Потому что далее Яков говорит, кто слушает Слово и не исполняет, он подобен человеку, рассматривающему природные черты своего лица в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел, и тотчас забыл, каков он. Хорошая иллюстрация, которую привел от Якова. Возможно, где-то в связи с тем, что в наше время появилось много всяких гаджетов, телефонов, видео, фотографий, возможно, она где-то потеряла актуальность. Потому что сейчас мы можем свое лицо рассматривать, хотя у нас есть много возможностей. Но в то время не было фотографий, в то время не было видео. И поэтому человек мог видеть себя только в зеркале, в отражении. И когда он отходил, он забывал о том, какие у него черты лица. И вот так вот, это пример человека, который приходит в собрание, который, возможно, встречается с верующими, который читает даже Слово самостоятельно, но потом не исполняет его. Опять же, противоположность ему человеку, который вникает в закон совершенный, в закон свободы. И когда мы думаем о законе, о котором говорит Яков, закон совершенный, закон свободы, то мы, конечно же, понимаем не только те 10 заповедей или больше заповедей, которые даны в Старом Завете, но закон совершенный, закон свободы – это тот уже закон, это то Слово Божие, которое уже говорит, в том числе включает и Новый Завет, и говорит об Иисусе Христе. Потому что благодаря тому, что Иисус Христос сделал для нас, благодаря тому, что Он пострадал за нас на кресте, благодаря тому, что Он пролил Свою кровь за нас на кресте, благодаря тому, что Он умер и воскрес, мы приобретаем действительно свободу. Потому что мы получаем прощение наших грехов, мы освобождаемся от всякого последствия греха, мы с во всякой зависимости от греха, мы выходим, буквально выходим из власти тьмы, как написано, входим в свет, входим в Божье присутствие, поэтому закон в Иисусе Христе, да, закон Божий, Слово Божие, которое говорит об Иисусе Христе, это действительно закон свободы. И он совершенный закон, потому что не только мы освобождаемся, но в Иисусе Христе мы приобретаем все необходимое для жизни, все необходимое для жизни благочестивой, для благочестия. Павел в послании к Ефесянам пишет, что в Иисусе Христе мы имеем все благословения в небесах, то есть все уже мы имеем в Иисусе Христе, но просто знать об этом, просто слышать об этом недостаточно. Но кто вникнет в закон совершенный, нужно вникать в закон совершенный, пребывает в нём, кто и прибудет в нём, тот, будучи неслышателем, забывчивым, но исполнителем, и будет исполнять его, тот блажен будет в своём действии. Потому что сама по себе истина об Иисусе Христе, она нас не меняет. Просто от того, что мы знаем, что есть Иисус Христос, и что в нём есть так много благословения, никоим образом не может повлиять нашу жизнь. Но только если мы будем вникать в неё, если мы будем разбирать её, если мы будем пребывать в ней и применять её в своей жизни, если мы будем её растворять в веру, если мы будем поступать по Божьему Слову, по Божьему обытованию, тогда мы будем блаженны. Вот в слово такое используется блаженство, тогда мы будем иметь жизнь радостную, тогда мы будем жизнь иметь удовлетворением, тогда мы будем жизнь наполненную, полную смысла, потому что тогда Господь будет нас наполнять, Тогда Его благодать будет преизбыточествовать в нашем сердце. Аминь. Поэтому давайте сейчас помолимся, давайте попросим благословения на наше собрание, и будем помнить, что то, что мы сейчас будем изучать, то, что мы будем разбирать, слушать, это нужно также еще после того, как мы выйдем из собрания, применять в своей жизни, вникать, исполнять, изучать. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за то, что у нас есть такая замечательная возможность снова здесь собираться в Твое Святое Имя. Мы благодарим Тебя за то, что Ты когда-то однажды нашел каждого из нас, привел сюда. Мы благодарим Тебя за такую великую жертву, которую Ты принес за нас, для того, чтобы выкупить нас, искупить нас и вести свое царство и свое присутствие. Благодарим Тебя также за то, что в Тебе, в Иисусе Христе мы имеем все необходимое для нашей жизни, для благочестивой жизни, имеем все благословения. И мы просим Тебя, дорогой Господь, пожалуйста, благослови наше собрание, наполни наши сердца Твоей благодатью. Мы просим Тебя о том, чтобы Ты продолжил свою начатую работу в нас, чтобы мы познали Тебя через сегодняшнее время, такого единства и поклонения Тебе в единстве, благослови нас, прославься в нашей жизни сегодня во имя Иисуса Христа. Мы просим Тебя об этом. Аминь.